Юные патриоты. На базе Дома детского творчества номер 3 торжественно открылся городской форум День юно-армейцев. Всероссийскому движению пока только год. Старт был дан в 2016-м. Однако в Иванове уже 12 отрядов. И все в этот день собрались вместе. Ребята собрались для того, чтобы отменяться своим опытом, познакомиться с отрядом друг с другом. И в работу форума включены 4 интерактивные площадки. Девиз этих ребят – время выбирает нас. И они, как никто другой, верят в это. У юно-армейцев много обязанностей и уроков, которые только предстоит усвоить. Ребята развиваются творчески, проходят спецподготовку, изучают историю. Высота вступила год назад в ряды юно-армии. Недавно ездили в лагеря Кечек-37 с многими из других регионов, познакомились с ребятами, которые тоже состоят в штабе юно-армии. Все дружные ребята, все сдружились хорошо. Много всего общего. И сейчас мы здесь собрались, чтобы объединить все свои усилия и показать, насколько мы любим свою Родину. Каждый отряд по-своему уникален своим направлением деятельности. Объединить знания – главная задача форума. Для этого на базе Третьего Дома детского творчества создан проект «Юно-армия-37». Мы очень рады, что появилась возможность объединиться в рамках одного общественного движения – движения «Юно-армия». И сегодня у этого форума есть очень конкретная цель. Должно быть принято решение, я в этом уверена, о создании местного отделения «Юно-армейского движения». На форуме работали интерактивные площадки. Ребята могли создать видеоролики, поучаствовать в викторине и смастерить плакаты послания юно-армейцев, посвященных Дню мира. Пока молодые люди были заняты, педагоги обсудили дальнейшую работу. По словам специалистов, «Юно-армия-37» уже сделала первые шаги и может достойно представить регион на всероссийском уровне. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.